Добрый день. Участником конкурса «Лидеры России» мог стать любой человек, который обладает управленческим опытом. Требования были только по наличию гражданства России и возраст от 35 до 50 лет. Для участников младше 35 лет действовало сниженное требование по опыту управленческому. Он мог быть от двух лет. Больше никаких требований и ограничений не было. — А вот вы почему решили стать участником этого конкурса? — На тот момент мы же не знали, как вся эта ситуация разовьется, что это приобретет очень масштабные… — И что вы выйдете в финал, да? — Ну и, собственно, что я выйду в финал. Мне показалась очень интересная инициатива, возможность протестировать свои текущие навыки и компетенции в разрезе других специалистов. — В том числе мы ориентировались на сибирский регион. Сейчас будет возможность уже попробовать свои компетенции и способности в рамках уже общероссийского финала. Вот. Чтобы наметить свой путь для развития себя как профессионала дальше, так как никогда нельзя останавливаться на достигнутых результатах и продолжать свое обучение, продолжать свое развитие постоянно. — А вы как представитель бизнеса, да, я так понимаю, участвовали? У вас своя фирма, которая занимается медицинским оборудованием, да, если не ошибаюсь? — Да, моя компания занимается поставкой медицинского оборудования. — А, Петр, а как проходил финал? Тоже любопытно. Что это такое было? Там какие-то конкурсы, либо тесты надо было пройти? — Вопросы в рамках тестирования. — Ну да, что там было такое? — Наибольшую сложность в рамках тестирования представляли даже не сами вопросы, а время, которое давалось на решение каждого задания. То есть если, как правило, кто проходит тесты регулярно, знают, что есть общий таймер, да, и на каких-то вопросах ты их решаешь легко, и формируется некое время запасное для решения сложных задач. То есть здесь помимо того, что было общее время, очень маленькое, то еще и таймер начинал тикать после того, как начиналось каждое задание. И у меня, и у многих ребят, с кем я общался, знаю, что были такие ситуации, когда ты успевал решить задание и не успевал просто нажать ответ, время заканчивалось. — Понятно, Петр, ну непонятно, что это понятно, но непонятно, что за задания были. А не экономического характера там, социального, политического, или какие-то вопросы по истории страны, что это было вообще? — Вопросы по истории, географии нашей страны, литературе и так далее были на самом первом этапе заочного тестирования, так называемый отсев, о котором очень много говорилось и в СМИ. — Потому что, да, я вот просто знаю, что цифра называлась 200 тысяч, если не ошибаюсь, было, да, отправлено 200 тысяч заявок, 200 тысяч, я просто удивился. А нужно было отобрать 300 человек из 200 тысяч, то есть я думаю, что достаточно жесткий был отсев-то, очень жесткий. Поэтому было бы любопытно, как вас отсеяли и как вы попали в полуфинал. Значит, сначала были просто вопросы там по истории географии, литературы, ну элементарно, чтобы понять. — Было несколько этапов заочного тестирования и задание, одно из которых очень много участников отсеяло, это записать небольшое видеоинтервью, ответив на два вопроса. Там много участников отсеялось, возможно, кто-то не справился, кто-то не нашел времени, кто-то не успел загрузить. — Это, как понять, видеопрезентация, то есть рассказать о себе или о бизнесе, или что? — Там было два вопроса, если я не ошибаюсь, какую цель вы ставите перед собой от участия в этом конкурсе и о своем наибольшем достижении профессиональном на текущий момент. Это можно было записать в свободной форме. Многие, если мы обратимся в интернет, на ютюбе выложено, делали это профессионально. Кто-то рассказывал сразу уже о своих проектах. Ну, в общем, это было в свободной форме, но это надо было загрузить до определенного момента. А дальше было так называемое заочное онлайн-тестирование, как раз вот где были вопросы и общего характера, и экономического, математического, психологических много было тестов. А в рамках уже полуфинала, то, о чем я говорил, когда или ночью, или утром рано мы проходили, это был еще один суммарный тест и опять на общие знания, где и история, и культура, и литература, и математические задания, и психологические тесты, и логические IQ-тесты. В общем, было очень возможно. Понятно уже, каким образом шел осев из 200 тысяч, чтобы выбрали 300. Прошел полуфинал. Вы, получается, финалист. Один из 300 финалистов, да? 300 человек отобрали сейчас уже, да? Да, 300 человек. И, насколько мне известно, один миллион рублей получает каждый, кто попал в финал уже, да? На самом деле так? Если говорить совсем верно, не один миллион рублей, а грант в размере одного миллиона, который мы можем потратить на образование. А, на образование, да, вот таким вот образом. Теперь, сейчас, значит, вы, как финалист, видимо, поедете в Москву? Нет, финал будет... Сначала было заявлено, что финал будет проходить в Москве, но буквально за три недели до, собственно, даты финала стало известно, что он будет проходить в Сочи. Ух ты, что это хорошо. В центре Сириус. Учитывая наши морозы. Да, мы съездим по Грец. Пока еще неизвестно, да, каким образом он будет, в каком формате, да, этот финал будет проходить? Все держится в строжайшем секрете. Есть уже предварительное расписание и понимание, что будет проходить в каждый конкретный день. И ряд задач, которые были озвучены, по-моему, на прошлой неделе, для подготовки, ну, так скажем, домашних заданий для участников, для подготовки к финалу. А что это за система наставничества? Там какие-то наставники, они что, ведут вас постоянно, да, то есть от задания к заданию или что? Там называют, что и Эльвира Набиулина, и режиссер Федор Бондарчук, и министр страны дела Сергей Лавров, они каким образом с вами уже общаются? Или это просто сказали, что вот есть наставники, с которыми можно может потом пообщаться? Какое их участие в этом конкурсе? Пока мы можем об этом только строить какие-то догадки. А, вы побеждаете, да, и у вас появляется кто-то из них как наставник, да? Сейчас в рамках подготовки опять же к финалу перед участниками стояла задача из предлагаемого перечня наставников выбрать тех, которые вам наиболее близки. Я не знаю, по духу, по отрасли, по сфере деятельности и так далее. Их надо было выбрать не менее десяти, после чего уже наставники будут просматривать профайлы каждого участника. Это вы думаете, что вы выбираете наставник? Это наставник выбирает себе учеников, да? На самом деле, да, наставники будут выбирать себе учеников. Формат, который будет, опять же, применен каждым наставником, я думаю, это будет индивидуально исходить от каждого наставника. И вот по итогу, наверное, сформировавшихся пар наставник-ученик, они, наверное, там уже будут... Ну, то есть, может быть, это мастер-класс, может, какая-то беседа, может, какие-то советы, да? Пока мы этого не знаем, это одна из загадок, интриг, да, который мы узнаем. Ну, а вот если вам все-таки, да, дадут этот грант, да, на какое дополнительное образование вы хотите его потратить? Знаете, опять же, мы, как участники, как финалисты, пока знаем, что нам его только, вроде как, должны дать. Ну, понятно, ну, если вдруг, да, давайте так вот возьмем, да, есть у вас уже какая-то мечта. Мечта. Наверное, будет правильно говорить, что грант, предполагаемый после того, как мы поймем, какие учреждения, какие вузы, какие программы, то, ну, естественно, на развитие своего профессионального, повышение своих профессиональных навыков. Может быть, это будет предложенный какой-то формат мини-МБА, возможно, непосредственно для лидеров, для финалистов, участников данного конкурса. Возможно, это будет мини-МБА профильный, да, для тех, кто занимается бизнесом, для госуправленцев и так далее. Ну, опять же, мы строим пока только гипотезы. Понятно, понятно. Петр, ну, я желаю вам удачи победить, да, в финале уже этого конкурса. И обязательно с вами встретимся и побеседуем, как все это было. Спасибо. Кстати, когда это будет? Какого числа? Финал будет проходить с 6-го числа по 11-го февраля, но всем посоветовали, порекомендовали приехать чуть заранее, чтобы акклиматизироваться. Особенно, я думаю, это для сибиряков. Ну, а оплачивают дорогу-то хоть? Нет, участие, проживание за счет лидеров. Участников, да? Ну, держим за вас кулаки. Спасибо. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что на вас в гостях был финалист проекта «Лидеры России» Петр Ткалич. Спасибо за внимание, до встречи.